запись поставлю запись посла нет 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 на экране нет да пожалуйста видите это вам большой привет от рижан сегодня выставка была на выставке она будет еще несколько дней на выставке идет очень активная работа но ко всему по очереди дорогие друзья таким образом я сейчас свою картинку выключу и буду рассказывать рассказывать людям показывая несколько пока здесь настроен и в дальнейшем мы будем так работать что я выйду из как бы из режима и только буду показывать через свой видеоканал буду показывать то что здесь будет происходить чтобы вы были в курсе всех этих дел таким образом дорогие друзья сейчас я не буду камеру выключать пойдемте дальше я немножко сейчас обращусь публике она минуточку так уважаемые друзья сегодня у нас я теперь работает микрофон значит давайте сейчас настроимся на начало у нас здесь идет вебинар параллельно и ваша конференция наша конференция здесь в риге поэтому как нет микрофон не работает посмотри тот работает на есть тот работа надо включить так дорогие друзья меня слышно хорошо здесь тогда давайте так сделаем что начинаем работу не слышно сзади не слышно присаживайтесь ближе давайте садитесь нормально тогда громче где-то можно делать ну как знаете дорогие друзья вот теперь слышно потому что шуметь перестали знаете как школе но я-то тебя слышу а я микрофон говорю но я прошу прощения у меня командирский голос с армии еще сохранился пор почти 50 лет должны слышать не притворяйтесь там сзади значит таким образом дорогие друзья я начинаю вебинар или я продолжаю его и идет он из риги кто сегодня поднимите руки кто сегодня на конференции был раз два три 4 5 человек все остальные не были что касается рижской конференции то главный вопрос сегодня был в том чтобы разобраться или вернее посмотреть моя часть была это посмотреть возможность адресного проекта самые основные моменты была взята картинка которую вы сейчас видите да и на этой картинке видно что здесь я все сейчас буду показывать там у меня есть средства одно так видите здесь есть коридор сейчас скатывается все инновации в транспорте к тому что дают для общественного транспорта одну улицу коридором я считаю а его переводят на другую и не совмещают движение на обоих улицах но это все хорошо и красиво до тех пор пока не доезжают до одного или до другого перекрестка то ли здесь перекресток наверху какой-нибудь да или тут и все и вся эта быстрота движения тут же пресекается вся идея сегодняшнего вебинара и вернее извиняюсь сегодняшней конференции было в том что показать возможности сковей сейчас вы увидите фотографии и значит то что все эти там происходило уже в самых свежих фотографиях там модель была людей было очень много все интересовались и всех интересовало а что даст сковей как он может как бы помочь и поэтому когда мы говорили там то говорили о том что существующие системы они только дают возможность какое-то место было полотать а дальше все равно все останавливается то есть система не двигается нет возможности где самые тонкие места чем надо перекрестки светофоры во первых они не регили не регулируются с одной стороны а с другой стороны они все равно стоят и как бы вы быстро не ехали средняя скорость движения 32 до 30 километров даже 32 это надо очень быстро ездить по городу чтобы средняя скорость за день было 32 километра переходы опять светофоры причем переходы на дороге построены хотя есть возможность под дорогой делать тоннели это то о чем просто это приводить в порядок существующую систему я не говорю о новой системе то есть та система которая у нас есть в городском транспорте неважно это таллинн рига она отжила себя уже то есть она не удовлетворяет тем потребность которые у нас есть переезды переезды от отдельной истории переезды трамвайных линий переезды железнодорожных путей переезды больших узлов это надо подниматься на какие-то скажем ядуки и так далее причем опять-таки подняться поднялся съехать нельзя целая очередь стоит и вот мы стоим 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 и стоим ограничение от общественного транспорта я уже говорил скорость движения говорил потому что сковей дает возможность перейти на 85 90 километров среднюю скорость движения хотя на ускорение бывают до 150 километров парковки сковей дает возможность организации новых парковок и естественно преодолевается трата времени я сегодня на конференции говорил повторюсь здесь это полезная информация иногда просто каждому я даже себе напоминают время от времени что дорогие друзья господь бог или вселенная нам каждому дает ежедневно на нашу так называем виртуальную электронную карточку 24 часа когда ученые посмотрели 24 часа это или нет оказывается что теперь это уже 18 часов которые отмечаются как 24 часа но по времени нам надо за 18 часов сделать все то что мы еще 20 лет назад делали за 24 часа дорогие выспаться покушать поработать повеселиться и так далее так далее вот поэтому это тоже очень важно загрязнение природы мы сидим постоянном смоги и опасность опасность колоссальная вы кто связаны со сковей вам не надо говорить какие цифры гибели людей в год сколько инвалидами становится и так далее смотрим дальше это было сказано теперь по риге конкретно смотрите сегодня спросили у меня у а это согласовано с мэрией я говорю ничего не согласовано это визионирование то есть представление когда мы говорим с проектировщиками они говорят что да дорогие друзья очень правильно причем они навели на эту мысль что раньше были города город вот она рига основные границы риги вот она идет здесь да ведь раньше были города еще маленький когда-то рига была тут были городские крепостные стены как в риге так и в таллине так далее сейчас мы приходим опять к этому к транспортной системе не к стене а к транспортной окружной системе внешне окружная система внутренняя но вопрос том зачем это нужно себе представить это нужно представить все для того чтобы знать где самое тонкое место из него надо начинать где это . а и . b может быть это . а . b здесь внешняя система что будет дальше или вернее что будет из чего мы берем элемент и развиваем всю систему это касается транспорта и что это за кружки такие здесь такие вот значит предполагается до большие такие как бы это фактически транспортно-парковочные центры или пар парковка и драйв то есть паркинг драйв запарковал и уехал но уехал не на своей машине приехал на машине откуда-то да вот я и сталина приехал и запарковался сел на скайвей приехал в центр города если мне надо здесь покрутиться ну надо куда-то проехать пешком никак и скайвей то тоже не решать автобусы тоже не решают у меня есть возможность а в реке и везде в каждом городе будут элементарные автомат маленькие электромобильчики как велосипеды сейчас берут у вас в риге есть уже наверное велосипеды которые можно арендовать точно так будет он стоит в розетке пришел денежку бросил или картой продернул там сел проехал оставил там поставил опять выключатель сел на скайвей уехал обратно сюда к своей машине которая стоит у меня здесь вот этой парковки спокойно развернулся и пошел бодаться с фурами по дороге в таллинн ровно как бодал сюда фуры снять с дороги это не так просто сергей сибиряков будет потом говорить это для него тоже стала любимой темой вопрос том что но с другой стороны нам надо знать и то что фактически скавея решила проблему и к перевозке контейнеров морских контейнеров сегодня контейнеров мало возят по дороге в основном на фурах ездят уже скомплектованные грузы эти комплектованные грузы все можно в модульные скайвей контейнеры загружать и уже вести их таковыми и когда приезжаешь порт просто загружается 20 или 40 фуртовый контейнер и перевозится когда-то у кого-то возникла идея а почему бы мы нам по транспортному коридору по транспортному коридору не перегонять фуры через речку юницкий сказал это все равно как лошадей возить на поезде типа того раньше было но говорит в принципе если сильно приспичит то можно что-то и придумать понимаете вот другой транспортный коридор здесь а это было бы целом транспортная система риги и а начинать надо с какого-то определенного узла с какой-то определенной линии от точки до точки б от самой проблемной точки а к самой проблемной точки б их решить причем делать надо не оторвано от существующей системы транспорта а то же там то того же трамвая троллейбуса который существует ну и что что это позавчерашний транспорт и отталкиваясь от этого поддерживает а давайте уже новые возможности людям сохранять время здоровье природу экономику и так далее то есть это все дорогие друзья возьму возможно но если не визионировать эта схема по всей вероятности очень сильно изменится но тем не менее это есть уже визионирование там наверху же смотрят а они уже в риге смотрят о тогда надо начинать им помогать и когда пойдешь начинаешь уже говорить вы знаете вот за два года очень сильно изменилось отношение чиновников они сразу врубаются они не стоят а хочу этого сюда пришли до им подаешь элементарную информацию когда говоришь что эта система может помочь они начинают сразу конструктивно думать я даже не буду я не имею права называть этих людей потому что они не официально поддерживают пока эту систему у вас в риге у нас стали не точно такая же история кстати поэтому это очень важно понимать и знать вот фактически этап начался с тайной вечери вчера до где команда рижан команда рижан то есть все зачинатели виновники торжества все этой выставки не потому что эту выставку сделали за нас нет это люди которые нашли во главе с инеты анджана вот она здесь скромно спряталась с краю вот значит они нашли возможность что есть выставка выставка называется в риге проходит сейчас выставка значит энергия энергия и экономия охрана природы до окружающая среда вот и мы там стоим со своим как бы со своим со своей экспозиции о чем будет чуть дальше речь смотрите но уже есть визионирование опять таки еще одно визионирование видите здесь существующий мост этого моста еще нету но уже аниматоры нарисовали здесь прекрасную линию которая идет рядом с вантовым мостом она приходит оттуда от памятника где-то свободы потихонечку вашего идет сюда через эту и уходит в аэропорт будет ли она здесь будет ли она где-то в другом месте неважно но процесс продвигается второе новшество которое хочу до вас донести это то что анатолий эдуардович юницкий появился или появится на и он уже есть пардон о нем есть речь на таллинском тв здесь виде по-эстонски написан талина тв таллинское телевидение сняла 42 или 45 пятиминутный репортаж в передаче мара матрица вот и начинается она именно с анатолий эдуардович юницкого здесь мы сидим видите значит ведущей передачи и вот здесь два орла один помоложе другой чуть повзрослее сидят мы сидим вместе с микки лям ливакант молодой активный инвестор студент каратист чуть не сказал что комсомолец знаете как в том кино кино когда-то было да вот и тут я уже бывший комсомолец когда-то да и так далее и мы вместе беседуем потому что вы понимаете наша задача не только инвестировать наша задача передавать информацию то есть вкладывать свой вклад неважно на телевидении ты говоришь говоришь ли ты соседям говоришь ли ты еще где-то рассказывайте рассказывать просто так но не выдумывайте выдумывать не надо говорите может быть мало но говорите правду всегда дорогие друзья вот иногда можно чуть-чуть приукрасить это так для дела значит идем дальше вот мы вместе беседуем здесь значит михель как раз рассказывает о том какое отношение имеет гиперлуп и skyway и он прекрасно там про теслу немножко сказал и так далее про машину тесла вот значит это опять там же опять таллина тв появляются все наши вещи вы не представляете сколько мне после этой передачи она три раза вышла все стали запросили сразу пришли ролик там то все начала информация пошла потому что все не верили что это задать передачи вообще выйдет а это уже активисты сами прожужжали уши всему этому руководству это же городское городское управа это ее канал это мощнейшее телевидение в таллине вот я я просто удивлялся когда мне туда бревать причем сказали нет вот выборы пройдут у нас 15 числа были выборы выборы пройдут мы потом запустим эту передачу я откуда-то приехал сказали быстренько приходите мы сейчас запишем передачу как можно быстрее запустим ее людям нужно знать что будет ближайшее будущее душа это перспективно об этом надо людям рассказывать это только радует дорогие друзья поэтому в таллине то есть мы тоже не это самое не хуже риги ваши северные соседи да у нас тоже есть визионирование к сожалению или ну есть что есть были молодые люди из сталина сняли на дронами сняли хороший видеоряд здесь в риге у нас стали не в италии сначала потом возникла идея что в риге тоже надо сделать сделали и а аниматоры начали пристраивать значит туда видите наши скайвей систем это пока только слайды но идет работа это кропотливой шая работа знаете как мультифильм создавать почти так же вот будет и таллине и у нас будет видео где будет показано что уже по нашим городам бегают sky-way sky эти самые юнибус и может быть даже юнибайк пусть в таллине это тоже она не самая проблемная но дорога где когда-то была заложена из-за жилого района где живет сейчас уже где-то около 150 тысяч жителей почти полгорода чуть но не полгорода треть вот и оттуда в город да там по этой дороге сейчас можно быстро съехать вниз а там пробка все дальше никак и ровно так же и обратно вечером поэтому поэтому здесь была запланирована трамвайная линия вот здесь вот видите вот здесь а сейчас предполагается что будет вот использована skyway технология дальше еще таллинцы продвинулись вперед чего нет в риге и чего я вам желаю видите у нас было мероприятие где детки до 4 до 5 лет сделали первую модель виде юнибуса вот он юнибус здесь да здесь они выбрали этот вариант они сами выбрали они не начали мачты строить они построили таллинские большие башни старого города и сказали давайте между ними пустим юнибус вот они долго там где-то час или полтора работали сделали город такой юнибус сюда деле там у них много творчества было мы им призы раздавали детка маленький у нас уже группа будущих инженеров проектантов растет представляет они еще в школу не пошли а уже проектирует сковей чего я и вам желаю дорогие друзья не детей хотя и детей тоже надо делать но их надо воспитывать чтобы они стали стали значит здесь проектировать проектировщиками основные принципы ну я не устану повторять основные принципы я уже не говорю дополнить дополняемость уже существующей системы транспорта когда мы говорим об адресных проектах или о чем-то с чиновниками ли говорим мы не говорим что мы что-то заменяем нет дорогие друзья создаем представление новой транспортной системы что мы делаем сейчас это и делаем с вами рисуем прикидываем придумываем кто за это платит никто пока не платит но если мы занимаемся инвестируем то есть у нас шансы что это будет все всем будет воздано по их заслугам дорогие друзья решаем проблему транспорта между точкой а и б проблемными точками создаваем систему парковочных центров они все вам нужны где сегодня машины паркуются вдоль улиц не проехать нигде и это любой город я когда-то лет наверное 25 или 30 лет 25 больше чуть был болгарии там уже парковали ну европа мы тогда были еще советский союз вот я догнул как они здесь у них невозможно нигде проехать меня дальше никуда не пустили вот я думаю в болгарии уже такое что там дальше вот а сейчас у нас тоже просто невозможно даже несмотря на то что за парковки надо достаточно нехило платить у нас стали у вас еще тут по-божески их скажем так и штраф у вас не такие страшные как у нас так ли не я уже пару раз заплатил освобождаем центральную часть города отличного автомобильного транспорта это будет очень важно и для нас для нашего здоровья для нашего времени для всего значит перевод движения в центральной части на арендные аэлектромобили и создаем грузовые транспортные коридоры таким образом мы передвигаемся дальше по таллину я не буду вам больше подробно говорить покажу еще раз не устану показывать это мощнейшая энергетическая фотография где анатолий эдуардович и далай-лама бра те навек мягко выражаясь понимаете то есть это далай-лама он очень чувствительный человек он сразу просек кто есть кто вот таким образом значит смотрите что еще я хочу вам сказать почему я здесь в риге то говорю и коллеги сейчас по вебинару это слышат это касается дорогие друзья всех не потому что я какой-то такой там смотрите выйдет ближайшее время это уже статья сверстанная но журнал выйдет в в конце ноября месяца журнал называется красивая жизнь но вот репортеры пришли ко мне говорят слушай тут тут везде рассказываешь про небесной дороги расскажи нам про это дело вот я начал рассказывать и они так и назвали статью небесной дороги вот там есть интересно то она репортер говорит что значит подводная лодка телефон компьютер не говоря уже о самолете и космическом корабле все это свое время считалось фантастикой и она мне говорит вы знаете вы не извините но вы рассказываете такие вещи и показываете это для меня полная фантастика я горит не глупый человек закончила университет московский университет с красным дипломом но вот для меня это фантастика это как будто я вот читаю какую-то фантастическую книгу вот по мере я и дал материалы я думал ну сейчас на там такого наплетел что страх будет потом надо отдать должное профессионалу прекраснейшая статья я бы год сидел писал бы это красиво не написал так просто а простом потому что когда всегда хочется сказать сложнее и вот ей это удалось это возможность будет она будет видите здесь есть мне задает она вопросы потом комментирует здесь есть вот она с анатоли я тут радуюсь на последнем экофесте и в конце значит показано но что это такое это то что люди опять получат информацию эти журналы по посольствам рассылаются где вот эстонский мид как бы существует это в различных центрах нас в газетных киосках их продают и так далее то есть опять-таки информация мало ли кто мария петровна лиснет говорит вот интересно что это за небесной дороге прочитала и начинает обращаться начинает смотреть еще раз услышала ведь мы тоже все начали с чего где-то когда-то что-то услышали поэтому это очень важно дорогие друзья вот и на завершение и тем всем кто у нас я извиняюсь всем тем кто у нас на вебинаре сейчас присутствует я в какой-то момент сейчас буквально перейду кто у нас тут рядом со мной был владимир он будет сейчас он подключился владимир или он потихонечку уплыл куда-то а окей хорошо тогда тогда я потихонечку дача спойду и как только он подойдет я передам ему слово потому что здесь иначе скажем конференции превращается вебинар в очередной раз не в очередной во второй раз пардон вот еще продолжение значит я немножко рассказал о таллинских делах вернемся обратно к рисским опять таки начинаем с этой картинки с последней до почему с последней вот все сейчас она потом здесь остановилась вот видите сегодняшний день я показал вам тайную вечерю теперь сегодняшний день уже все тайное стало явным вот началась выставка здесь вся риска я знать sky веевская спасибо вот это стенд почему это показываю важно показать людей но по а важно показать и пример дорогие друзья тем кто вы там по ту сторону экрана находитесь где бы вы не были вот как люди организовали свой стенд просто ну лучше не придумаешь корректно в стиле но балтийцы всегда отличаются этим но тем не менее тем не менее почему бы не взять пример но с нас то пример тоже можно взять в крайнем случае вот здесь видно юнибус опять-таки специально выпустили на стенку такие как бы панно которые пропагируют все возможности сковея вот и на это там просто вот но не отходя от юнибуса от одного от другого на скоростного и прочего тоже ом.а.а. и т.к.а. и Продолжение следует... 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 Вот, и смотрите, какие сделаны панно на стенку, www.unitsky.com, и здесь есть вся информация, смотришь на фотографию и рассказываешь, никакого текста не надо, ткну любую картинку, я не буду сейчас ваше время занимать, вот тут, значит, один разговор, Unibike, извиняюсь, это транспортная, значит, структура, вернее, анкерная опора. Опять-таки, с Далай-Ламой, картинки, прочие, производственный цех, понятно, то есть логика очень простая, следующее панно, здесь уже о технологии, видите, никаких слов, но мы-то знаем, ну, хотя бы кто не один раз считал, смотрите, энергия, чистая, экономия, все возможности, структура возможной трассы. Здесь очень важно то, что всего лишь за 0,7 литров фасильного топлива, ну, бензин назовем это так, проще, кто не знает, что такое фасильное, вот, значит, пассажиров можно перевести на 100 километров со скоростью 150 километров в час. Здесь написано 3 пассажира, а я предлагаю 18 пассажиров, понимаете? Далее, все виды, то есть начиная от капитальных затрат, от эксплуатационных расходов, от, далее идет сохранение окружающей среды, и там третье, что-то там еще было, четвертое. Далее, опять-таки, видите, тоже опять все виды транспорта, все, суть струнного рельса, эко-технопарк, три плаката, и вы все рассказали. Не надо целый час людям мозги морочить, хотя иногда и это полезно, прокатиться раз туда, раз обратно, да? Но когда начинаешь первый раз говорить, у людей крыша начинает дымиться, потому что, ну, трудно воспринять эту информацию. Как мне вот этот репортер сказал, вы знаете, это фантастика, это фантастика. Она повторяла через каждые 15 минут. Я говорю, ничего страшного, и фантастика становится былью. И она так наверху и написала, все, когда-то было фантастикой, молодец. Вот, поэтому смотрите, здесь, значит, что дальше еще? Я сейчас заканчиваю, тебе тоже. Все, еще раз показываю, рекламирую, рекламирую Рижан, рекламирую эту выставку, как они организовали. Видите, очень просто, но со вкусом. Вот, установили. Кстати, уже окропленный кровью Рижан, стенд, устанавливали, поранили руку, но тем не менее установили. Да. Так что все. И, наконец, опять вышли. Да, все, да мы уже собираемся представить. Вот, и вот мы вышли опять на завершение. Поэтому, дорогие друзья, кто вы там по ту сторону экрана, я сейчас немножко, как бы, выключу отсюда экран. Это вас не будет касаться. Я передаю Владимиру. Хочешь себя пересесть. Дальше я буду показывать вам только, я сам выхожу из игры. Желаю вам хорошего завершения недели и полнокровный вебинар. Ну, полнокровнее, чем сегодня, трудно будет сделать, но тем не менее, на следующий раз мы с вами в четверг еще проведем. Вы, как вы видите, я к вам обращаюсь к тем, кто там, а все слышат, подслушивают, прямо сидят здесь вовсю. Значит, я прошу прощения, но жизнь есть жизнь, а прошлый вебинар болел, температура была достаточно высокая, я не рискнул делиться с вами полуэнергиями. Поэтому он не состоялся. Но, как говорится, жизнь идет дальше. Вы слышите, что голос у меня бодрый, вид тоже почти что бодрый. Вот, поэтому я сейчас передаю слово Рижанам. Ведущая у нас Инета Анжана, ей слово. А я становлюсь транслятором. Выключаю, а нет, мне нужно микрофон здесь. То есть, я все сохраняю, что здесь есть, но только вы меня видеть не будете. До следующей встречи, дорогие друзья. Всего доброго. Спасибо. Мы начнем по второму кругу. Добрый вечер всем. Добрый. Слава Корректор Центра. И давайте очень серьезно поаплодируем этому уникальному дню 19 октября, где состоялась первая выставка, на которой в Латвии выступил Скайвей. И не просто так, с каким-то маленьким флайером, а с достаточно большим, очень красиво, элегантно и информационно оформленным стендом. И на этом стенде мы все-таки успели привести и запустить нашу модель Скайвея двух видов. Скоростной и городской. Огромные аплодисменты. Рады за тех, кто успел на первом дне уже быть нашими гостями. Вы понимаете, что выставка продолжается еще три дня. То есть, сегодня еще три дня. Так что завтра, послезавтра всех ожидаем в гостях. Приходите, наслаждайтесь. Действительно, наслаждайтесь. Потому что каждому, наверное, захочется свою первую фотографию с моделью. И мы можем гордиться. Эта модель теперь принадлежит компании Скайвея Кипитал. И эта европейская модель начала свой путь. То есть, через нашу выставку, через наш город. И мы быстренько-быстренько передадим дальше эстонцам и потом поедем по всей Европе. У нас на следующую субботу будет модель демонстрироваться. Но уже отработанная у вас. И действительно, в одиночку никак это не сделать. Команда поработала. И я думаю, что сейчас в несколько минут мы посвятим тому, чтобы побыть всем вместе на выставке. И я буду комментировать, но прошу коллег тоже подсоединяться к комментариям о том, как прошел наш сегодняшний день. Он был, скажем так, подготовка к выставке. Это уже то все, что закончилось вчерашним ужином, который тихо-ля Владимир сфотографировал и показал. Но сегодняшний день, он действительно очень важный. Как я говорю, если сама компания, сам проект Skyway вышел на серьезную мировую платформу с выставки InnoTrans 2016 в Берлину, то мы также важно оцениваем эту выставку и понимаем, что о нас говорят все громче и везде. И теперь уже никто не будет иметь права сказать, что никто об этом не говорит, нигде ничего не известно. И кто вы такие, откуда вы взялись. То есть все очень серьезно. Сегодня нас снимали, я не знаю уже сколько каналов, брали интервью. И за деньги, и без денег, и за то, что им самим хотелось нас показать. То есть мы прошли уже какую-то определенную воду и огонь. Ну, ждем результата и принимаем решение, что реклама является рекламой. Потому что действительно не имея представлений, что о нас будут говорить, все те, которые нас слушали, снимали, должны признаться в опыте. И у меня на Владимире есть опыт в том, что вы, как с благими намерениями, берут с нас интервью. Мы рассказываем все, что любим о своем проекте. Но когда слушаем результат, который публикуется и транслируется, мы понимаем, что нас совершенно не так поняли. Не хотели нас понять. И не хотели дать возможность нам досказать предложение до конца и так далее. Вы понимаете, о чем я разговариваю. Поэтому сегодняшний день он для нас очень интересный. Потому что мы все участвуем во многих интервью, во многих съемках. Действительно, это разные журналы, разная пресса, разные каналы телевидения. И на аутырском языке, и на русском языке. Мы знаем, есть гости, которые пришли незваные. И есть гости, которые нас придут и день, и придут еще и завтра. Дают нам возможность и подготовиться, и так дополнительную информацию. Результаты будут, наверное, самые разные. Но они очень важны. И с этого, я думаю, что мы просто будем жить со своим проектом совершенно на другом уровне. Видите, как хорошо нас опознает. Кто-то и атрибутикой пользуется. Да, как сегодня, так и завтра. И если будет интересно, то и в субботу мы проводим такие конференции. Именно уже на открытой сцене. Благодарность всем, кто пришли сами сегодня. И также благодарность тем, кто приглашал на конференции людей. Я скажу честно, были запланированы три выступления. В одном открытом зале одно состояло, и другие даже отменялись. Не всем хватало нужного количества людей, интересентов. Но мы открыли этот зал, и где-то уже 10-15 минут после начала конференции, в принципе, зале не было места. Все места заполнялись. Конференц-зал выставки, да. Конференц-зал выставки, открытый зал. Да, мы видели и нам знакомые лица, то есть часть из вас, наших любимых инвесторов. Но в то же время было и много гостей. Также здесь не видно на съемках, может быть, где-то вы помните, но были стоячие места. То есть за этим залом был кайдор, проход, центральный проход, в котором постоянно проходили люди, останавливались, какое-то время слушали. Потому что вы понимаете, когда нам дают микрофон и такой платформы выступлений, то мы так быстро не можем закончить. И мы использовали и нам отведенное время, и также экстра-дополнительное время. По-моему, у нас нужно больше, чем 2 часа на нашу презентацию. Завтра время нашего выступления в 16.00. Если у вас есть желание к этому времени, как я бы рекомендовала, приходите со своими гостями, проходите выставку, чтобы было общее представление. Какое-то время посетите у нашего стена, и тогда уже подготовленные, имеющие информацию, что в идее вокруг происходит, приходите на встречу, где мы, как всегда, будем делиться. Для нас уже знакомая информация, а для новых гостей, может быть, полностью новая информация, как Владимир, расскажем нашу фантастику. Сегодня тоже интересный вопрос, мне был задан. Мы много раз показывали картинку Риги, вот если честно, субъективно, я просто влюбилась эту картинку, обожаю этот ванковый мост рядом с нашим Скайвеем. И уникальная получилась картинка. Скоро в будущем у нас будет реальный ролик. Может быть, не знаю, сегодня получится или нет. Хочу сказать, что прекрасную работу сделали профессионалы, работающие с Дроном. Сняли Лигу, и у нас уникальный материал. И знаете, Лигу такую красивую, я не помню, когда я ее сделала. Я смотрела на эти съемки и поняла, что иногда забываем поднять голову, посмотреть направо, посмотреть на лево, и заметить, насколько у нас красивая страна и красивый город. И если в этом городе можно будет запустить трассу, а мы это сделаем... Да, Владимир. Слово мне. Значит, я сейчас увидел, что виновник всех этих съемок тоже здесь, из Эстонии. Молодой человек, Миккель. Таусе Пусти. Пахнет у него. Видите, да? Спасибо. Это молодая группа ребят из Эстонии, они это сделали. Молодцы. Спасибо, извиняюсь. Огромное вам спасибо. Действительно, мы настолько в восторге этого материала, который вы сняли. Потому что, понимаете, снять можно по-разному. И я должна сказать, что мальчики остались на экстра день, потому что в тот день, когда нужно было основной промежуток трассы снять, пошел дождь. И они говорят, ну, не получается, не будет красиво, но что на следующий день вышло солнечко. И вот этим они получили такой результат, что мы в какой-то момент, может быть, просто вот этот взгляд с небес, на ригу, может быть, сможем запустить картоновый материал. Но, представляете, что будет, когда на такую прекрасную основу мы еще выстроим перспективную линию в Скайвея. И таким образом мы создадим материал, который будет доступен каждому, кто желает говорить о перспективных проектах и очень конкретно может показывать уже определенным, ну, знающим людям и говорить четко, что мы можем создать. Слышно, да? Да, слышно, Сергей. Сергей будет? Да. Да, тоже одна из репортаж. Это наш день праздника, день Победы. Обязательно для нас это день Победы. И ждем, как говорится, новостей в разных каналах. И мы продолжим говорить о тех новостях, которые нас всегда радуют. Поэтому я вот приглашаю и передаю микрофон дальше. Сергей, у тебя всегда есть новости. Мы уже успели часть из них услышать. Но все свои сюрпризы, пожалуйста, всем остальным. Спасибо, Инатья. Микрофон ближе. Я дал согласие. Я уже не помню, правда, что послезавтра у меня конференция в Словакии. Но я Франтишику Солверу отказать не могу, поэтому придется послезавтра в 5 утра бы летать уже. Вот, поэтому, друзья, конечно, этот зал у меня вызывает особую такую теплоту. Я здесь выступаю второй раз. Поэтому я могу сказать, что, конечно, все конференции, они сейчас приобретают несколько другое значение. Особенно, когда мы встречаемся таким своим кругом уже, когда единомышленники, те, кто верят, те, кто участвуют в процессе. Потому что я вспоминаю первые конференции. Тут, я не знаю, Владимир Павлов, может, столько раз уже вспоминали. Я вам сейчас еще раз помашу рукой. В этом зале, да, мы первый раз встретились, по-моему? Нет, в другом. Нет, в другом еще. В другом, да? А вы не жулики? Нет, вот на такой прямой вопрос, надо же давать какой-то развернутый ответ. Ответ просто нет, не устраивает. Жулики надо признавать. Вот. Поэтому сегодня, там, спустя вот эти, там, три непростых года, когда мы показываем то, что сделано, Марьину Борку, что мы можем сказать, что, друзья, мы вам обещали в 2014 году, что мы собираем деньги, мы вас завел в команду, которая сделает. И мы это сделали. Конечно, еще не то, что не все, это первые шаги, первые этапы, но мы это сделали, и Юницкий собрал конструкторское бюро, мощнейшее мировое конструкторское бюро. Сегодня это уже 400 конструкторов, причем очень высокого уровня, с очень высоким уровнем подготовки, и самое главное, оборудованными рабочими местами, потому что это все только последняя версия Атокада, это только сегодня последняя версия учетных программ. То, что сегодня проектируется, делает, но это немного мировых центров, которые могут выводить такого уровня решения. Второе, я сегодня уже говорил, на выступлении, мы сегодня создали опытное производство, это просто наша общая находка, общего скайвея нашего. Это Александр Викторович Семкевич, это главный конструктор, который сегодня делает вот эти машины такого мирового уровня. Это нам тоже всем повезло. Это проект, который готовил один российский олигарх, проект «Еобобиль», они действительно замахнулись на очень серьезную машину создания, но этот проект не был доведен до конца, его по разным причинам бросили, но команда оказалась очень сильной. И это опять стечение обстоятельств, что Юницкий увидел перспективу, увидел в этой команде очень большой потенциал, взял ее полностью. И то, что они сегодня делают, вы еще кто не знаком, познакомитесь, увидите, это, наверное, после Юницкого второй энтузиастом Skyway, потому что они работают сутками на этом заводе, они создают уже десятки и десятки вариантов машин, которые сегодня делаются, и с какой скоростью, и с какой качеством они это делают, это, конечно, производит очень серьезное впечатление. И я могу сказать, что подобралась команда, я могу про каждого сегодня уже на протяжении трех лет, у нас в качестве люди, которые действительно сегодня профессионально работают, это люди высочайшего класса, и они раскрылись в Skyway. Возьмите вот Лешу Суходоеву сейчас, я с ним познакомился на первой конференции в Москве. Сегодня я не представляю, что вообще мы все, и лично я, и Юницкий делали бы без него. Виктор Бабурин, тоже вы все его знаете, человек, с которым я 10 лет работаю, он работал юристом в моей юридической компании, когда он перешел к Юницкому и стал его правой рукой практически сейчас, я просто смотрю, но я очень рад, что приходят такого рода профессионалы. И про каждого, я говорю, вот сейчас если взять, кто работает в конструкторском бюро, кто работает, Кирилл Бадулин, сейчас главный экономист, который делает, представляет, ну это тоже, это такого уровня профессионал. Фильм сегодня вышел, видели, Женя Петров, там это вот, кто фильм снимал, тот, кто сегодня эти ролики основные делает. Я его как бы по-другому, как наш современный Андрей Тарковский, никак не называют, потому что фильм, который вот этот, если кто не смотрел в чуду, то еще посмотрите, он сегодня в открытом доступе, который на Экофесте показывают. Я когда этот фильм посмотрел, на меня произвело такое впечатление, я думаю, что-то знакомое, вот тут не могу понять, что. Фильм вот знакомый и все, где я его видел. А буквально недели три назад, ну, летел в самолете и смотрю подборку фильма Тарковского, Андрея Тарковского, и я очень любил Сталкера, и я пересмотрел фильм Сталкер. И мне вдруг, я увидел настолько аналогию, я говорю, Женя, ты оттуда сценарий писал? Он говорит, да нет, просто я тоже люблю Тарковского. Поэтому это просто то, что сейчас касается команды. И сейчас перешли совсем к другому этапу работы. Сейчас, опять же, я с очень большим, там, месяца где-то три назад приехал. Я как приезжаю, мы в Минск, я там была каждую неделю почти, но на выходные всегда в Сюзниске едем в экотехнопарк. Он любит рыбу половить, вот. Я тоже люблю ее ловить, но он любит с удочкой, а я сидя на стуле, так сказать, еще прямо за стеклом тоже. Когда сидишь, очень хорошо, когда видишь, за тебя вытаскивают рыбу, за тебя ее чистят, потом сразу готовят. И вся рыбалка заключается в том, что ее потом надо только съесть. Идеальная рыбалка. Поэтому, когда сидя у камина в экотехнопарке, когда в одно окно смотришь, ездит Юнибус, в другое окно смотришь, ездит Венебайк, там вдали строится скоростная трасса, сейчас уже на подвижной состав, который показали, 500 км в час, там путевая структура на 200 миллионов тонн перевозки. Все это уже, конечно, приятно смотреть, приятно видеть. Так, сейчас логика подошла к тому, что, ну, в очередной документе, поехали, посмотрим, там, прежде чем в экотехнопарк, еще одно интересное развлечение. Мы уже поехали, и реально завод, который проектируется уже под серийное производство. Для того, чтобы сделать серийное производство, это же тоже серьезная подготовка. То есть надо определенную линейку оборудования, надо определенную логистику сделать, для того, чтобы все это сделать. То есть это надо отработать, и сегодня уже создается производство, которое первое будет выполнять роль мелкосерийного производства, под те адресные проекты, которые уже сегодня заключаются, и где надо выполнять, сегодня уже работает по изготовлению путевой структуры и подвижного состава. Но второе, самое главное, это опытное пилотное производство, которое потом будет масштабироваться по всему миру, где будут закупаться оборудования, и уже будет четкая логика, что если есть заказ на определенный адресный проект, то там надо ставить производство и по определенной логике, какое оборудование, как оно ставится, то есть какие затраты, сколько по времени и так далее, и так далее, и так далее. И сегодня, опять же, можно сказать, то, что уже закладывается сегодня в наше опытное производство, это, можно сказать, передовое производство, как в производстве нет нигде. То есть это все станки сегодня уже и с лазерной резкой, и с лазерной сваркой с точностью до двух микронов. Это уже 3D-принтеры, которые там печатают сегодня и комплектующие, и формовка. Это и сама вакуумная формовка, то есть то, что сегодня производят машины. И самое главное, что это совсем другая логистика конвейера. Мы уже сейчас задумываемся о производстве завода на десятки и даже сотни миллионов подвижного состава. Это абсолютно новое производство. Как Юницкий любит часто говорить, что это будет конвейерное производство. Но представьте, производство конвейера, на котором нет конвейера. Потому что самое дорогое сегодня в производстве – это конвейер. То есть это роботизированная техника, которая сегодня собирает поточным образом. Это то, что в свое время вел Генри Форд, и он сделал машину дешевой, потому что это было массовое производство именно типичных однообразных операций, которые приводят к готовому изделию. Это конвейер. Так вот, у нас будет конвейер нового поколения, он будет намного производительнее. Он будет абсолютно дешевый. Но, что самое главное, в понимании самого Генри Форда или сегодняшних автомобилистов, у нас не будет конвейера. И объяснить я сегодня не могу. Это просто не смогу. Но это будет поточнее. Что? Фантастика опять. Ну, у нас, понимаете, у нас все фантастика. У нас куда пальцем не ткни, так сказать, у нас все куда-нибудь в фантастику попадет. Вот. Потому что я пытаешься объяснить, что такое транснет, когда мне говорю, что вот на своем стуле ты будешь из Риги уезжать в Париж, не снимая своих тапочек. И мне сразу там один деятель, ну, тролли, которые любят писать. То скайк-сауна, то скайк-джакузи, то там еще что-нибудь у них. И они издеваются надо мной, что пишут, что как можно в тапочках, местовая со своего стула, переместиться в Париж. Я сразу вот смотрю. Но я понимаю, что у людей другие задачи, другие так сказать, что... Но мы же здесь все понимаем, что представьте, я вам 30 лет назад, вот мы здесь собрались, и я вам 30 лет назад буду рассказывать, что, ребята, у вас будет вот такая маленькая машинка, вы ее открываете, нажимаете на кнопку и получаете любую информацию из любой точки мира. 30 лет назад, когда мы не знали, что такое компьютер, что такое интернет, не слышали, как это было понять и объяснить невозможно. Сегодня это абсолютно нормально. Я люблю уже приводить примеры, читал лекции, встречу проводил со студентами МФТИ, это технический университет вроде элита, воспитывается. Ну, я так, между прочим, как бы сказал, что, ну, вот у нас, как там, сдался промат, можешь жениться. И тут неожиданно в зале посмотрел, реакции никакой. Они не поняли, что я сказал. Более того, они задают вопрос, а почему можно жениться, когда сдался промат? Понимаете, вот все люди, которые здесь более-менее с техническим образованием, вам не надо объяснять, что такое сопромат и что такое... А я еще учился в Киега, у нас не просто сопромат, у нас была электропроводность материала. То есть это еще более высокого плана, и когда мне надо было 270 коэффициентов знать наизусть, ну, какая-то там жених, больше ни о чем думать не можешь. И когда сдал, сразу и забыл, то сразу встает вопрос. И когда сталкиваешься, это веление нашего времени. Но опять же я могу сказать, что я когда писал свой первый курсовой Киега, это Киевский институт инженеров гражданской авиации, он назывался «Транспорт будущего». Вот теперь как к этому подходить? Это совпадение или не совпадение? Ну тогда что я сделал, как студент 1986 года? Я встал, пошел в библиотеку, заказал статьи, эти статьи законспектировал, заказал переводы. Я три месяца над этим работал, потом от руки написал, потом еще две недели одним пальцем на печатной машинке его набирал, потом мне еще помогли, я ее уже размножил на машине «Эра». Я говорю, молодежь уже не знает, что это за понятие. А это не так давно и было, потому что я все-таки хоть и... Ну что, не такой старый человек, во всяком случае, я себя считаю. Вот, поэтому... Но я это говорю к чему. Сегодня хоть у одного студента, в мире сегодня, возникнет мысль, чтобы сделать курсовой, пойти в библиотеку. Я думаю, что мы сейчас на земле не найдем такого студента, который бы пошел в библиотеку. Он скажет, зачем? В школьник доме не пойдет. Тут я вам рассказываю другим. Часто привожу этот пример, потому что это показательное в наше время. Мы едем под Москвой, под Новый Риги. Вот, у нас построили новый торговый центр, открыли новый кинотеатр. Это была суббота. Мы едем с детьми. И у меня 8 лет и 11 лет. Еще поменьше, но тот с нами не ехал. И тут у нас мысль, а не пойти ли нам на мунтик? Значит, надо пойти, узнать сеансы. Вот, что делает занимающийся человек в продвинутой инновационной компании, у которой стоит телефон, подключенный к интернету. Значит, я что делаю? Руля одной рукой, второй рукой набираю Google и начинаю набирать пальцем Новый Рига, 24-й километр, сеансы и на максимум. И в итоге, где-то через 5 минут, руля одной рукой, отвлекаясь, так сказать, нажимая на пальцах, я получил эти сеансы. Что делает мой 8-летний сынишка? Он берет айфон, нажимает пальцем Siri, говорит, Siri, сеансы на Новый Риге мультиков. И через 10 секунд он получил результат. Говорит, папа, можешь не искать, у меня уже все сеансы есть. Он задачу выполнил, но мне-то это понадобилось 5 минут одним пальцем рискуя, а он выполнил эту задачу за 10 секунд. Кто умнее? Siri. И особенно, когда, знаете, у меня такие крылатые выражения любят выдавать, я выезжаю, он говорит, о, папа из перископа приехал, понимаете? То есть это называется домой вернулся. Ну и вот этот классический вопрос, когда он говорит, папа, а какой у нас сидит, и он понимает, у нас дома упал интернет. Он говорит, папа, у нас упал интернет. Я говорю, как ты помнишь? Ну, говорит, должно быть много черточек, а тут ни одной. И стоит восклицательный знак, интернета нет. Я говорю, ну, давай разбираться. У нас выделена линия антиковолокна, значит, начинали звонить провайдеру, спрашивать, что, чего оказывается, на электростанции свет отключили. И упал интернет. И он мне говорит, папа, а у тебя в детстве какой был интернет? И вот я неожиданно становлюсь на мысли, что ответить на этот вопрос невозможно. Вот так вот просто и сказать, что, слушай, я когда там, я же начал вспоминать, институт, аспирантуру, докторантуру закончил. У меня еще даже компьютера не было. Мы еще там что-то все от руки писали, там была большая машина, которая есть. И насколько поменялось время. И сейчас оно настолько разгоняется и настолько меняется, что если мне кто-то скажет, что, или вам скажут, что мир за последние 20 лет не изменился, я просто не поверю. Он изменился радикально. Очень радикально. И особенно мы, вот люди, которые еще получали образование в Советском Союзе, видели развитие, и на наших глазах произошла вот эта технологическая революция, мы все это видим. И сейчас сказать, вот я вам скажу, что, ребят, вот произошла технологическая революция, и она закончилась. Все. Больше ничего не произойдет. Вы же понимаете, из здравого смысла все понимают, этого не может быть. И поэтому все начинают задать вопрос, а что произойдет дальше? И вот это как раз вопрос, и я тоже привожу очень интересный пример. В 92-м году, когда я приехал в Москву, занимаясь определенным бизнесом, я сидел у нас в офисный центр на одной площадке с одним парнем. Он чуть постарше меня был на тот момент. Он занимался непонятно какими-то вещами. Я ему говорю, слушай, Сёр, вот объясни мне, что ты делаешь? Он говорит, ну вот как тебе вот что-то понятно объяснить? Он говорит, ну вот понимаешь, мы сейчас создаем информационное поле Земли, а у тебя будет в руках небольшое устройство, которое ты можешь подключиться к информационному полю Земли и получить оттуда информацию. Я на него смотрю, думаю, ну идиот. Ну как, что такое информационное поле Земли? Это метафизика, это какие-то оккультные вещи, то есть там шаманы, бубном постучать, еще так сказать. А оказалось, что это был Сергей Брин, который создавал интернет, Google, а смартфон это устройство, которое получает. И оказывается, все, что он имел в виду, он просто имел в виду смартфон, который подключен к интернету. И никакой мистики, никакой оккультных вещей. Оказывается, инженеры это уже тогда знали. Только мы, простые смертные, об этом не знали. Но сейчас другой момент. Иногда вписываемся, я ему говорю, мы сейчас создаем транснет. Он говорит, слушай, не говори мне ерунды. Вы занимаетесь ерундой. Я говорю, о, вот это мне уже нравится. Пройдет 10 лет, мы поменяемся. Но это тоже понятно, что те, кто сидит в интернете и все, кто создают сейчас реальность из вот этой своей виртуальной оцифрованной экономики, они уже не могут вернуться в реальную экономику. Они не могут. И вот здесь вот как раз, чтобы перейти к нашей сегодняшней теме, почему сегодня качественный переход. Мы практически год уже, это все с согласованием Юницкого и именно по его направлению, мы начали очень плотно работать с цифровым направлением, с тем, что сегодня дало программирование, это блокчейн. Блокчейн, это сегодня такая же революция в транспорте, как мы сегодня делаем в Skyway, это в системе программирования. То есть это действительно новая эра, новая цифровая эра. То есть надо послушать там таких вот, мне очень нравится, как высказывается, Герман Греф, это президент Сбербанка, а в свое время я с ним еще познакомился, когда он был там, очень давно это было, возглавлял зам, он был госимущество в мэрии Санкт-Петербурга. Это было очень давно, 95-й год. И тогда еще, если вспомнить, кто был тогда в той мэрии Санкт-Петербурга, то просто многие фамилии даже страшно произносить. Это у нас в российской реальности. Потом он долгое время был министром экономики, но все равно один из таких действительно очень умных и талантливых людей. И он сказал такую интересную фразу, когда он выступал перед студентами МГУ, что сейчас технология блокчейна настолько меняет реальность, что я вам не могу сказать, что будет с блокчейном, но я вам точно могу сказать, что Сбербанка к тому времени, скорее всего, не будет. Это абсолютно подход. А логика очень простая, это тоже не какие-то сверху. То есть то, что дает блокчейн, то есть все слышали, наверное, биткоин, это новая криптовалюта, появившаяся на блокчейне, 10 лет назад. У меня тоже к этому есть интересная история, которую я тоже сейчас привожу. Как только появился блокчейн, у меня один есть такой еврей, банкир, который тут же начал, так сказать, заниматься криптовалютой, он мне приходит, говорит, купи, вот у меня есть пакеты, он там связывается с центральным офисом, говорит, купи, у меня есть пакет на 10 тысяч долларов, биткоин тогда, он мне предлагал, по 10 центов купить. Причем самое интересное, у меня в кармане лежит 10 тысяч долларов, так сказать, как бы это. Я начинаю задавать вопрос, объясни мне, а что такое? Он мне говорит, ну понимаешь, в общем, долго объяснять, как это с точки зрения технологии, но в общем, это альтернатива ФРС, только в электронном виде. Вот тут я ему уже говорю, ты дурак, что ли? Ну какая альтернатива ФРС в электронном виде, в интернете? Я говорю, ты хоть слова понимаешь, которые ты произносишь? И все. Я его, так сказать, послал. Самое интересное, что сегодня бы этот пакет, кто не знает, он бы стоил 550 миллионов долларов. Это у меня в кармане сколько лежало. Нет, ну самое интересное, что он сам тоже не купил тогда. Поэтому здесь мы с ним квиты. Дальше, сейчас, я говорю, ты-то жалеешь, что не купил? Да, конечно, так сказать, я говорю, слушай, а я тогда уже занимался Skyway. И сейчас, я говорю, мы делаем в принципе, по возможностям, это сопоставимая задача. Так что, вы думаете, он Skyway приходит покупать? Он и Skyway не приходит покупать. Я говорю, слушай, вы, Йосик, зовут? Я говорю, слушай, Йосик, через 10 лет ты будешь точно так же сидеть и говорить, что у тебя была возможность еще и Skyway купить. Но ты еще и Skyway не купил. Я говорю, ну что ж, это как в том анекдоте про еврея, когда говорят, хоть утрейный билет хоть раз за жизнь купи. Вот, а человек хочет и разбогатеть, и ни разу даже никакую ставку не сделать. Вот, поэтому в этом плане, это если говорить так про комплекс, ну, про блокчейн, то есть, чтобы не вникая в подробности, что это такое, это криптовалюта, защищенная валюта с точки зрения программирования. Так вот, даже 10 лет назад система программирования, она защищала блокчейн на порядок мощнее, чем защищает вся банковская система. То есть, ее вскрыть невозможно. Поэтому технологически, когда говорят, у вас могут украсть биткоин, его невозможно украсть, потому что это блокчейн. И это, так это первого поколения. А если дальше опускаю возможности, мы сегодня подготовили уже свою в Skyway оборот криптовалюты на блокчейне четвертого поколения. И сейчас мы работаем с разработчиками, которые переходят, уже создают новую операционную систему на блокчейне, и мы на нее, на следующий год будем уже на нее переходить. Так вот, это совсем другая система управления. То, что мы сегодня делаем, блокчейн, и то, что его сегодня называют криптовалютой, это только одна из функций, которых очень много, очень много. И там есть такие функции, то есть, если говорить, такие как нотариус, то есть, это учет того, что происходит, и это невозможно изменить. То есть, это контроль, стопроцентный контроль, когда соответствует определенным требованиям, этого невозможно изменить. И пока мы ввели рабочее название, это Skyway Coin, но называться он будет совсем по-другому. Он будет называться именно привязанным к тем функциям, которые есть. То есть, исходим из чего? Мы приступили к созданию сети адресных проектов. То есть, вы все следите за новостями. И вот мы пока были, опять наступали, позвонил в Юницкий, он как раз только прилетел, приземлился на самолете из Индонезии, набирает, а в Индонезию он прилетел из Австралии, а в Австралию он прилетел из Абудаби, а перед этим он летал в Индию. И, в общем, тоже, конечно, так сказать, это очень такое перемещение, но если про Виктора Бабурина говорить, то он вообще уже сегодня живет в самолете. Ну, вся наша команда, по-моему, мы так идем. То есть, ну, просто время такое. Просто сегодня востребованность в информации очень большая. Тем более, когда начинается работа по адресным проектам. Так вот, логика заключается в чем? Что создание сети адресных проектов – это начало формирования трансмета. Это реальные сети, которые будут объединять, и через некоторое время, я не говорю, что это произойдет завтра, через некоторое время сначала начнут формироваться локальные сети, то есть по Юго-Восточной Азии, по Югу-Евразии, по Латинской Америке, со временем, наверное, Америка с Канадой дорастет на своей сети. Начнется, надеюсь, в этом даже году строится европейская сеть. Во всяком случае, на следующей неделе первые проекты в Европе, это Словакия и Швейцария, мы начинаем уже реально обсуждать и делать. Едут делегации, едут инвесторы, банкиры, политики. Соответственно, эта работа начинается. Она будет расширяться, потом эти сети начнут замыкаться, и можно сказать, что транснет сформируется тогда, когда это будет единая сеть именно из наших струнных дорог. И вы действительно, не вставая с места, то есть ваше индивидуальное, как мы это назвали, Unite Mobile Personal Space, ну а в пространологии просто Unibyte, спокойно может приехать из любой точки Земли, в любую точку Земли. И, соответственно, вы при этом не будете совершать ни единый пересад. Вот тогда можно сказать, что эта сеть сформировалась. Естественно, что это будет поэтапно. То есть сначала будут конкретные трассы, потом эти трассы будут разветвляться, потом будет комбинация, когда вы можете с низкоскоростной пересесть на высокоскоростную, потом, когда ваш Unibyte будет сам как кубе переставляться уже в высокоскоростную трассу, это этап развития. То есть то, что будет дальше двигаться, это этап развития трансмета. И, естественно, встает вопрос, что по мере развития, по мере этого проектов, мы как проект, который дал целому технологическому направлению SkyWay, что сегодня, запуская вот эту новую систему программирования, новую систему учета, естественно, что мы можем претендовать на то, что мы для своих расчетов будем использовать свой расчетный инструмент, свой токен. Это абсолютно сейчас логично и глупо было бы полагать, что проект такого уровня, мы можем упустить такую возможность. Поэтому, естественно, мы над этим работаем. Единственное, что мы все-таки планировали эту работу где-то начать, ну, запустить к следующему году, но по мере того, как развивается этот рынок и по мере того, как развивается в этом потребность, как сегодня есть, то есть мы эту работу ускорили и фактически вот нашу криптоплатформу мы запускаем где-то в декабре мы ее начинаем тестировать, а в феврале мы выйдем на первые уже размещения. И, соответственно, что это будет такое? То есть фактически мы сейчас создаем, если говорить для нашего SkyWay проекта, это сразу несколько унифицированных продуктов. То есть первый продукт, это своя внутренняя унифицированная электронная биржа, то есть где можно будет и котировать свои обязательства, то есть акции SkyWay и, соответственно, их обменивать на акции адресных проектов и производить размещение под новые проекты, адресные проекты уже специализированных токенов, которые сегодня есть. Я не буду сейчас в подробности уходить, мы целые с Алексеем ведем на это. Это просто вопрос, что это ведется. То есть это внутренняя электронная биржа, которая нам нужна. Потому что есть десятки проектов, соответственно, люди могут вкладываться в один проект, в другой проект, значит, должна быть схема, которая производит между ними обмен, соответственно, должна быть единая система учета, то есть это все само собой. Второй момент очень важный, это сегодня, собственно, само привлечение. Нам очень много задавали вопросов, там, когда выйдете на IPO, когда выйдете на IPO, то есть IPO это публичное предложение. Так вот, я могу сказать, что мы на IPO уже фактически вышли, но только через электронные площадки. Мы сейчас тестируем свой учетный инструмент, и где-то в январе-феврале мы его увидим в свободную продажу, когда может его покупать любой желающий. Но в крипто-сообществе для того, чтобы вывести, соответственно, свой учетный инструмент, ему надо показать экономику. То есть что такое, что будет учитывать и что будет делать ваш инструмент. И вот здесь вот как раз, друзья, мы создали с вами систему Skyway и Translet, что мы показываем экономику Translet и фактически то, чем мы с вами рассказывали, показывали, какие перспективы есть у акций в Skyway, сейчас мы создаем общую экономику. Мы показываем, что такое вообще Translet. И мы ввели новое понятие, это, опять же, это развитие того, что сегодня есть. Последние 10 лет активно обсуждается такое понятие мир интернет-вещей. То есть интернет-вещи. То есть все понимают, что такими темпами, как идет, через 10 лет на Земле будет 50 миллиардов устройств, которые через интернет связывают между собой. И казалось, что это настолько перспективно, что завтра это будет огромный рынок. Прошло 10 лет и неожиданно сообщество поняло, а что рынка-то не возникает. Попытались сделать роботы-автомобили, запустить. Поняли, что проблем настолько много, что они сейчас будут давить друг друга, давить, так сказать, людей, и надо разносить одного один уровень с другом. Это очень дорого.